Пока в копилке россиян три победы в трех играх. У женской команды сеньоров это спортсмены в возрасте за 50. Два поражения, у мужской одна победа. Керлинг не контактная игра. Здесь мы в меньшей степени зависим от соперника. У нас нет контакта с соперником. Мы играем против льда и против камней. Поэтому нас не очень интересует, что делает соперник. Нас интересует, что от него остается, какие позиции они нам оставляют после своих бросков. И дальше мы сами с собой играем. А на церемонии открытия чемпионатов мира сквозной стала тема Олимпиады 2014. О впечатляющих спортивных успехах России говорила в приветственной речи и президент Всемирной Федерации Керлинга Кейт Кейтнес. Она пообещала, что нынешние ледовые битвы в Сочи будут не менее зрелищными. Символичный первый камень пустил по арене ледяного куба мэр Анатолий Пахомов. Глава курорта отметил, что для сочинцев керлинг уже перестал быть экзотикой. Пост-олимпийское наследие действительно дало возможность нашим горожанам быть счастливыми и любимыми, потому что есть возможность выбрать, какой хочешь любимый вид спорта и заниматься этим. Скажем, тот же керлинг дает возможность более 700 детишек принять секцию керлинга. И здесь, в этом ледовом дворце, заниматься спортом. Сборная России успела победить еще до открытия соревнований. В дабл-миксте против французов с первого же энда удача была на стороне нашей команды. Петр Дрон и Виктория Моисеева хладнокровно и целенаправленно шли к успеху. Удачным броскам россияне радовались, сдержанно, словно опасаясь, что удача переметнется на сторону французов, которым почти фатально не везло. В третьем энде соперникам удалось таки немного отыграться. И только благодаря точным броскам россиян игру закончили досрочно 10-1.